С сюрпризы природы добавили хлопоты врачам. Травмпункти города отмечают наплыв посетителей. В большинстве случаев горожане пострадали в результате падений. Из-за непогоды дороги тротуары города превратились в каток. В основном здесь надо будет рентген делать, посмотреть. Это утро для пенсионерки Лидии Михайльчук выдалось не самым приятным. Женщина возвращалась домой, а попала в травмпункт. Внучку в школу вела, вела обратно в школу, подскользнулась и прямо на луковь упала. Скользко очень сейчас. Прям упала, рука болит. Пришла в больницу срочно. В день съемки в коридоре травмпункта было не так многолюдно. Всплеск обращений медики отмечали накануне, когда на город обрушился ледяной дождь. В результате чего дороги и тротуары превратились в настоящий каток. За буквально последние 2-3 дня у нас ежедневно принимаем по 70 человек. То есть это достаточно много. Если в обычные дни, рабочие дни, 40-50 считается стандартом, то сейчас 70. До 30 человек только в коридоре, которые ждали свою очередь. Поэтому вынуждено, конечно, приходится гражданам ожидать получения своей помощи. Потому что врач в любом случае один. Помощь оказывается всем на высоком уровне. Поэтому, конечно, время тратится на оказание помощи. В травмпункте советуют горожанам быть внимательными на дорогах. Выбирать обувь с нескользящей подошвой или использовать ледоступы. В случае падения обращаться за медицинской помощью. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.